Привет друзья! Россия наращивает темпы модернизации танков Т-62М. Модернизацией танков занимается 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка под Читой. О том, что эти танки будут в массовом порядке снимать с хранения и проводить их модернизацию, стало известно осенью прошлого года. Завод работает в две смены и полностью обеспечен заказами на ближайшие три года. Модернизирует около 800 танков. За основу модернизации берутся советские танки Т-62М с дополнительной защитой в виде металлополимерных блоков, а также Т-62МВ с навесной динамической защитой контактов. Модернизируются и танки Т-62М1 и Т-62МВ1, главной отличительной особенностью которых является более мощный 690-сильный двигатель В46-5М вместо стандартного В55У мощностью 620 лошадиных сил. На заводе танки проходят капитальный ремонт, оснащаются решетчатыми экранами. Т-62М оснащаются динамической защитой в лобовой части корпуса и крыши башни. Возможно, отрабатываются и по системам связи. Основным нововведением является тепловизионный прицел 1ПН-96МТ, который ставится на место ночного прицела прибора наведения ракет 1К-13. 103-й бронетанковый ремонтный завод основан в 1942 году. Первоначальное название – 21-й бронетанковый ремонтный завод. С 1961 года переименован в 103-й бронетанковый ремонтный завод. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветимся! Продолжение следует...